Всем привет, народ! Это новый Need for Speed! Это он, это новый Need for Speed, ряд, на русском, теперь с русской озвучкой, со всеми красивостями, на ПК, ультраграфика. Я прошу вас лишь об одном, 500 лайков, давайте сделаем это, давайте их наберём, вы поделитесь видео ВКонтакте, если вы не подписаны, сейчас самое время это сделать. Игр выходит много, и, к сожалению, я такой, типа, окей, у меня есть две серии по Need for Speed, мы уже поиграли, а сейчас выходит куча дополнений, я подумал, окей, давайте Вольфенштайн, давайте Horizon Zero Dawn, вот это новое дополнение, и просто, чтобы было круто. Но в Need for Speed мы тоже будем играть, и затянемся по каждым я не буду, игра пошла, мы играем, игра началась. Говорить я буду мало, так как... Русский язык. Я уже победил, вы просто пока не в курсе. Тайлер Морган, главный герой. Чё-то возьми, а субтитры что, не будет? А где мои субтитры, мать твою? Где субтитры для женщин? Система метрическая, конечно же, типа, автосубтитры он, можно играть, всё, сохранить меня, да. Ой, ебой, да, парень. Действительно, пора поднажать, не тро. Закись азота пошла, вот это крутота. Тулер, давай, мужик, сжаги. Осторожно. Кстати, в оригинале озвучка у них более бодрая, как пауза. Но опять же, играть без русской озвучки немножко грустно, особенно, когда она есть. К тому же, в гонке без русской озвучки никак нет. Как вы относитесь к русской озвучке? Хорошо, когда она есть? Или лучше, чтобы были русские субтитры и оригинальный звук? Белэ, лапска, пора полетать. Я придерживаюсь того, что нужна русская озвучка. Так, просто читать сабы, это неудобно. Ты играешь, хочется реоточиться на происходящем на экране и читать при этом буковки, которые там внизу бегают. Ну, реально неудобно. Я на самолёте, Боинг 747, просто бомбит. Ладно, я тебя просто жалела. Ай-яй-яй-яй-яй. Джессика Миллер. Та самая. Ну, вы знаете её, нет? Я тоже не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что пошло не так? Погнали. Ты мог бы даже обогнать, если бы меньше рисовался. Тело говорит. Может быть. Ну, блин, он же не столько гонщик, сколько. Ты сделала невозможное. Ты заткнула мата. Я неодобрительно качаю голову. Там щиток рекламный пролетел. Я подавился своей собственной слюной. Я думаю, что победишь, Тай. Уже побеждаю. Я тебя впереди не вижу. Результат будет на тениже. Секрет хорошего разворота. Тормозить на ручнике. И прятать зажимать педаль газа. Так и работает. Хороший разворот в гонках. Я пока не знал этот прикол. Гонял просто как лох. Ну, ребята. Неплохо. Нормально. Я всегда на шаг впереди. Лина Навара. Решала, 90-е. Да, да, да. Это наш друг индейец. Красиво звучит, Раф. Раф Чедра. Это мой брат, если что. Младший. Ты все это сам собрал? Если уделить время и внимание, художник из любого лома может сделать суперкар. Ну, неплохой голос. Мне кажется, более брутальный лучше подошел. В оригинале у него какой-то помрачнее голосок. Гуляем? Тренируемся. Погнали. Ну, у темнокожей барышни голос ожидаемый. У нас, по-моему, всех темнокожих барышек среднего возраста озвучивает одна и та же актриса. Если я ничего не путаю. Раф, эта штука рвет как бешеная. Ну, и зири управлять. Реклама Кока-Кола там. Скрытая реклама пиара. Дальше действовать будем мы. Что будем делать, когда мы сорвем барышни? Всему свое время. Я думаю о работе. Я тут съемный носом рою три года уже. Пора и заработать. Я вот что сделаю. Я привезу сюда отцовским устармом 65-го года. Починю, чтобы он был как новый. А потом сделаю с него лучшую дрифтовую тачку в форсу на Белли. Секретный прием, ребята. Вот так вот. Наверняка взял кредит в Сбербанке. Новая кредитная карта. Куплю идеальную тачку. Прокачаю по максимуму и буду участвовать в самой крутой гонке. Твою мать. Вот действительно. Вот это я... Блядь, что это было? Что это было? Блин, интернет лагает. У машины зимняя резина. Выберусь из этой дыры. И куда отправишься? Наверх. Что, да? Сюбер-ракет круто. Ты не распарил. А мы с Тайлером расширили. Не так и плохо бы. Вон кем я вырос. Вот и я о чем. Метро. Прямая дорога. Да, господи, я гоню под высоту. Я смогу. Ты потому и согласилась. Ты поедешь на гиперкаре с заряженном новейшей техникой из черного рынка. Не надо меня успокаивать. Гиперкар, детка? Ой, е-бой! Е-бой! Чертай, ну какая нравится, что пропустят? Твою мать, серьезно? Мне развернуться и... Терпеть не могу контрольные точки в гонках. Ну вот, я гоню. Все довольны? Все довольны. Да, поехали дальше. Песочек. У-у-у, моя любимая песочная колея. Я готов наработать прыжки, брат. Да, да. Ты где? Дорогу! Неплохо! В гонке я особо не играю, но играл, например, в Need for Speed несколько летней давности. Победа наша! Надеюсь. Если нет, суть, это летать. Я так вернусь. Need for Speed 2015 мне нравился тем, что там были реальные актеры, классные катсцены. В принципе, как гонка, может, игра была не особо какой, но было неплохо. Я играл в нее на консоли, на Xbox One, по-моему. Спереди длинный отрезок дороги. Разгони машину как можно сильнее. Проверь, сможешь ли выдержать ее под контролем? Вот, давно бы так. И было вполне себе, знаете ли, ничего. Мне нравилось. Первый, нет, в 2015 год нормально. Еще я играл, по-моему, только в 2015 год. И когда-то, очень давно, еще вундеркавер. Это было миллион лет назад. Они хотят заполучить то, что в этой машине. Точно. Но тачку они не получат, пока я не взгляну на то, что под капотом. Я с кем только не договаривалась, чтобы ты участвовал в этой гонке. Пройкаш, недопутим. Ребят, не о чем беспокоиться. Наша команда лучше из всех в этом городе. Лучше из всех. Окей. Окей, ладно. Я думаю, мы справимся. Я думаю, мы сможем зайти. Отлично. Пора нам заработать деньги. Мы все сделаем. О, да. Мы все сделаем, ребята. Запомните эти слова. Фортуна Велли. Пустынный рай для тех, кто азартен. Здесь можно купить что угодно. Даже удачу. Пусть богачи играют в карты и кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу на скорости 100 миль в час. Да, детка. Это мы. Мы такие. Ладно, это выглядело слишком претенциозно, ребят. Простите меня за столь фривольное. Джесс? Что за пределами трассы? Мак? Атака Мака готова к выезду. Ты назвал машину Атака Мака? Как она сама себя назвала? Она сама себя назвала. Привозь мне машину, остальное моя забота. Сделай нас богачами, Тайлер. Вижу отметку. Шулер здесь. Ты посмотри. Ну что, отличный день для гонки. Да, да, да. Шулер, Маркус Вэйр. Маркус Вэйр. Типа. Люди ставят 4 к 1, что ты займешь первое место. Этот прототип меня не подведет. Вопрос в том... Подведешь ли ты? Справишься ли ты? Электромоторы, V8 с двумя турбинами, все это дает... Полторы тысячи лошадей. Да, я справлюсь. Хо-хо, молодец. Уроки учил. Теперь слушай. Второе место мне не даст ни хрена. Понял? Я вижу, ты парень горячий. Не облажайся. Он что-нибудь подозревает? Ничего. Не мури или пихуй? Вот серьезно, он укр, ему пихуй. Он такой, типа, нормально, все, гоняй. Что-то не знаю, хачапури хочу, ребят, ни у кого нету. Может, доставите на дом, ребят, яды скажу. Скиньте там хачапури мне в почтовый ящик. Что-то давно не ел выпечки. Надо будет из дома выйти выпечку поесть. Вы думаете, здесь с таким мощностью момент. Равовский мустанг и рядом не стоял. Таля, ты мне как брат. Но я тебя сейчас так ненавижу. Говорят, ты лучший годчик в городе, Морган. Докажи это. Легко. Вчера ходил на тормог на рёвок. Нужно попасть на точку встречи на высокой скорости. У нас всего одна попытка. Когда заедешь на трамплин, пути назад не будет. А то многие думают, что я целый меня в сижу дома. Как бы не так. Мак, покажу место встречи. Надеюсь, ты на позиции. Почти доехал. Почти? Мак. Выравнивай машину и газ пол. Верни. На самом деле, даже сейчас, вот в эти дни, когда я снимаю просто кучу видео по новинкам, меня часто по полдня нет дома. Хожу по всяким делам. Не подведите. У нас всё схвачено, девочки. Не волнуйтесь. Мак, я на подходе. Сейчас будет съесть страсы. О, ну! Прыгнуть на суперкаре за 2 миллиона долларов. Сделано. 2 миллиона долларов. Морган, ты сейчас съедешь на наши деньгах. Достать машину Рабу. Желательно целый. Объект направляется на стоянку казино Фортуна. Единственное, что грустно, это то, что, чёрт возьми, разрушаемость минимальная. Полиция! Регера чрезвычайно ценная задержка. Джесс, у меня на хвосте коп. Езжай дальше. Я скоро буду. Чё-то меня напрягает, что разрушаемость у машины минимальная. Я рехнулся? О, я рехнулся. Кто рехнулся? Я что? Да. Сейчас я так долбану по педали газа, что ты пернешь. Здравствуйте. Джесс, ты где? Ох, твою мать, ни хрена себе. А кто-то говорит, что здесь, блин, погони нету, где эпичные взрывы. А ты взрывок, осталась пола пела. Волнуешься? С тобой? Никогда. Диспечер начнет погонять за чёрное ВЛМ-5. Доранящий нашей машине. Прошу подбогу по ригели. Принято, Адам-13. Преследуйте М5. Чёрт, да что ж ты? Да я просто таранился. Буду их от тебя увозить. Опа-на. Кто скажет, что здесь не хватает разрушений? Надо срочно от них испариться. Вечер ММ-5 ведётся как агрессивно, к ригели нас не пускает. Машина специально усилена, продержать её не удаётся. Принято, Адам-13. Применяйте КМ-5 стандартную транспорку преследования. Даже стараться не надо. Ну зато как я вмазал. Да, меня тормознули, но зато как я вмазал. Морфон, почему не отогнал машину сразу? У меня всё ещё копы на хвосте. Надо как-то от них оторваться. Есть тебе. Даля, Джесс, дуйте ко мне. Еду. Увидимся там. Там был автозак сбоку, видели? Ой-ёй-ёй, как он выбежал. Кстати, эта машина что, специально усилена? Я как-то не заметил, если честно. Ох ты. О, хотел меня вмазать. Надо скорости набрать. У нас скорость низкая. Эта машина не очень быстрая, но как бы маневленная и мощная. В плане того, что она может... Я почти на месте. Я тоже. Мак, ты как там? Пора, ваше. Автозак, ты понимаешь? Давайте, давайте вдвоём. Опа, прыгнули просто как боги. Опа, поставить пресраву. Давай домой, брат. Я задержу копу в Тайлер. Гони. Хорошо, водишь, Морган. Не зря я тоже. Я так что машину сбил. Хорошо, водишь, блядь. Тайлер Морган, 23 года. Макс Ильвия Морган одет и неизвестен, печально. Шесть месяцев в колонии за неосторожное вождение. Я лучший гонщик в городе на одной из быстрейших машин в мире. Хочешь поймать? Удачи. Зря ты со мной в такие игры играешь. Сделано. Сказано сделано. Машина доставлена. Что происходит? Я еду. Раф. Что пошло не так? Господи, Раф. Я видела, они взяли эту машину. Спасибо, офицер. Что ты сделала? Раф тебе не сказал, что там под капотом? Мои покупатели платят за это кучу денег. Ты за это заплатишь, Наварро. Ай-яй-яй, Наварро шлюха. Дом. Надо трахнуть этот дом в свободное время. Мак, обеспечь подмогу. Я отвлеку копов. Ну, давай. Ну, ладно, ребят. Будем отвлекать. Что ты? Спасай, Наварро. Кстати, в этом нитвоспиде нет управления за людей. Только за машину. Ладно, это моя работа. Это я, Наварро, привел. Мне и расклебывай. Это я так, к слову. Уводи Мака и Рава. У меня есть полицейский сканер и GPS-трекер Рава. Давай, помогу тебе. Направляйся к коллектору. Только поторопись. Копы блокируют район. Коллектор, значит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это типа такое предупреждение. Замедление здесь, в принципе, без перебора. Мне нравится. Конечно, что замедление меня вполне устраивает. Господи, сколько тут кордонов-то, а? Больше, блин, чем, не знаю, на каком-нибудь митинге. Не вставайся. Никогда. Очень много заграждений. Резко направо, на следующем углу, налево. Ой, я уже здесь ехал, нет? Что так похоже? Езжай дальше к коллектору. Окей, еду. Машина направляется. Ты где, брат? Не важно. Рав в порядке? Я не знаю, да, я... Он справится. Ну, конечно. Должен справиться. Почти на месте. Твою мать, ну, что пошло не так? Давай, машинка, выруливай, выруливай. Как я терпеть не могу эти повороты? Ну, ладно. Копы отстали. Твой план сработал, Джесс. Хорошо едешь, Тайлер, но сейчас не время расслабляться. К полиции едет подмога. Они блокируют весь город. Джесс, за мной едут какие-то левые тачки. Что? Откуда они взялись? Черт, ази, левые... А, это частная охрана. Они решили... Они решили взяться за меня всерьез. Давай, Тай, вали, а тут зачем ты вылез из машины? Ты дебил, что ли? Или он решил... Ой-ой-ой-ой. А где машина? Лина Наварро. Она нас обманула и забрала ее для дома. Вот ты лоха, а? Дважды лоханулся. Ты мне не нужен. Приятные отсидки. Будешь на бутылке сидеть в тюрьме, понял, малыш? Хотя... Хочешь отомстить? Я тоже. Да. Пожалуй, сработает. Ты будешь козырем, а карты будут в моих руках. О чем это ты? Слышишь? Скоро приедут копы. Садись в тюрьму или... Работай на меня. Ешь, спи, води машину. Когда скажу. А со временем ты... Получишь желаемое. А у меня есть выбор. Нет. Выбор есть всегда. Да, есть, конечно. То есть, хочешь сидеть в тюрьме, лето так 30. Нормально. Нормально. 50-х, а за сколько в Америке дадут за угон кара за 2 миллиона долларов? Наверное, много. Может быть, пожизненно. Может ли я 150? Ты встал рядом с классной тачкой. О чем ты будешь думать? Сколько она стоит? Может, за сколько разгоняется до сотни? Я скажу, о чем думаю я. Я скажу, я скажу, о чем думаю я. Как бы я не раздолбать. Вижу острую грань контроля. Вижу долю секунды, когда на кону стоит все. Я вижу свою победу. Морган! Боссу нужна машина! Да. Скоро буду. Да, черт, вози. Он такой, типа, да, скоро буду. Он теперь стал личным водителем у этого веера. Повеселимся немного. Покатаемся, блин. Надо ее довести вовремя. Босс сегодня встречается с какой-то большой шишкой из дома. Подминают под себя город. Квартал за кварталом. Смотри, чтобы тачка босса была на месте. Шутишь? У меня на радарах такая скорость есть. Руки чешутся запустить. Не каждый день можно погонять на уировской ДВ-11. Мне кажется, это Эстон Мартин. Вот что бывает, когда нанимаешь гонщиков. Я уже не гонщик, помнишь? И условия таковы. Или я больше не гоняюсь, или меня за шкирку и в тюрьму. Жаль. Дом сейчас платит большие деньги за поставные гонки. Там даже бороться особо не надо. Ха, и в чем смысл, если тебе говорят, кто выиграет, а кто проиграет? Деньги, брат. Платят они от души. Деньги, значит. Ну, а кому нужны деньги вообще? Это все грязные бумажки, ребята. Посмотрим, как может гонять эта детка. Настоящий гонщик, ребята. Ему пофиг. Окей, таргетовая скорость стоит 69 км в час. Мы едем по 250. Не нормально вообще. Не рели пифы. Я могу так справиться. И финиш. Перемь перед поворотом. Хорошо так. Ну, мать, ну что это за тормоза сейчас произошли? Ну, что скажешь? Могу дать тебе его номер. Не интересует. Заяц на... А звезд 435 в этой игре? Ни хрена себе, как много звезд тут можно сорвать. Жесткая. Ну да ладно. То есть, пока что главный герой отказывается от того, чтобы гонять. Вот тут камеры можно переключать. Но мне нравится больше стандартный вариант. Самый надежный, самый простой, самый рабочий. То есть, главный герой отказывается от легких денег. Где ты можешь просто кататься в подставных гонках. Ребята, вы бы согласились? Просто за день и кататься в подставных гонках. То есть, вам говорят, типа, приди первым, приди вторым. Все подстроено. Пора прибавить кашку. Я не знаю. Я больше согласился, кстати. Эй, Тайлер. Босс не за то тебе платит, чтобы ты дурака валял. Видать, тебе эта работа не нужна. Боссу это не понравится. Да что не понравится? Что я сделал такого? Я уже миллион раз врезался, потому что мне нормально. Тайлер, где моя машина? Егул. Не волнуйся, Вэр. Эту угонять не буду. Вот как ты обращаешься с друзьями, Тайлер. Не удивительно, что команда тебя бросила. Вовсе не так все было. Они, небось, ждут тебя, не дождутся. А, ваше идеальное ограбление обломалось. Вас ищут все копы фортуновые. Минер теперь подвозит мелких бандитов, чтобы как-то прожить. Я даже слышал, что МакАлистер сейчас работает на дом. А механик ваш? Бедный соленар. Думаешь, они захотят тебя видеть? Вот не знаю, не знаю. Я их видеть хочу. Я соскучился по старой команде полгода, блин, засранцев не видел. На самом деле, пять минут. Я сейчас твой единственный друг. Ты отомтишь товар, и я верну себе свою машину. Но сперва наберись терпения. Понял? Скоро все сложится как надо. Хочу это за согласие. Теперь дуй назад, пока не уволил тебя нахрен. Да я еду, еду. Что-то напрягся так. Что булки-то напряг, а, веерок? Не знаю, почему перевели фамилию как Выр. Но может быть, она так переводится. Твою мать. Какого черта. Да, реально, что она тут делает? Даже педала обоих. Или продаж казино, или мы его заберем. А, она его прессует. Отлично, поболтали. Она пытается рэкетом взять его казино. У-у-у. Сучка. Давайте протараним ее, жалко нельзя. Хорошо покатался, Тейлер? Сейчас не время, парень. Когда сдавать карты, говорю я. Шесть месяцев прошло. Вылезай. Если хоть чуть-чуть помял мою машину, поставлю тебя водить мусоровоз. Чертов мусоровоз, да? Я достойно больше. За завтра, герой! Все, Тай. Пора ехать домой. Что-то опять машины тупо замутся. Домой сниму этот тупой костюм. Что, даже эта ржавая тачка едет на хорошей скорости. Тайлер. Эй, плохие новости, брат. Босс удерживает у тебя их зарплаты. Он нашел царапину на F-Type, которую ты вчера парковал. Что? Я не царапал, Ягуар. Ха, и я придумал правила. Слушай, помоги мне. Я за два месяца за квартиру задолжал. Эй, эй, я тебе что, миллионер? У меня шильдик Порш на заднице. Сам налажал, брат, сам и расхлебывайся. Неприятно, нужны деньги. Может, подставные гонки, а? Ну, Тайлер, чё ты такой злой-то? Доброго пути, гонщики. Это ваш куратор. Вы слушаете голос улиц, вещающий в прямом эфире из джунглей Фортуны Велли. Улицы зовут вас. Они полны уставших, разбитых людей, едущих домой с работы. Но вы ведь не белки в колесе, правильно? Вы гонщики. Кто из вас сможет приручить этот город? Кто справится с трафиком в час пик? Хватит ли вам смелости? Настал сезон скорости. В Фортуне Велли проводится бандитская гонка. Лишь лучшие из лучших смогут там участвовать. Лишь лучшие из лучших одержат там победу. Кто будет среди них? Бандитская гонка? Ага, как же. Так же нельзя. Мне там нужно быть. Гонять против навара. Зря я время трачу с шулером. Сейчас, мне надо бы развернуться. Тартиста 60 разворот, класс. Что тут все так заезжено? Кто, блин, так шинами протер? Там тормозили, значит, жестко с огромным тормозным путем. Все, блин, черное. Я насчет уличных гонок. Дай мне тот номер. Это тай, твою мать. Это он насчет уличных гонок. Ладно. Че, у меня, кстати, машина проморольная. Это че за пред? Кандидат, который хочет выступить за дом? Да. Только скажите время и место. Эй, эй, не так быстро. Думаешь, дом готов любого нанять? Сначала покажи, чего ты стоишь. Прояви себя в паре гонок по городу. Тогда и поговорим. Пара гонок по городу. Ну, черт возьми. Че за возня такая? Ну, ладно. Пойдем себя проявлять, что ли. Как бы что ты будешь делать? Пойдем себя проявлять. Победа за мной. Ну, я доказал свое превосходство. Неплохо. Может, дому пригодятся такие ребята. Чем лучше гонщик, тем убедительнее проигрыш. Вы знаете, что я гожусь для дома? Может. А может, нет. У тебя одна победа. Вдруг случайность. Я тебя записал еще на одну гонку с серьезными соперниками. Вот если там тебя покажешь, будет о чем говорить. Будет сделано. Окей, ладно, поехали. Че ты будешь делать? Проверяют, блин. Не дают просто так погонять. Я опять выиграл. Ладно, водить ты умеешь. Че-то озивите, ребята. Вот что значит. Ты будешь выглядеть солидно. Навара устраивает на улицах новые порядки. Если сработаемся, станешь их частью. Но дом это бизнес. Не забывай. Постараюсь. Хорошо. Добро пожаловать в дом. И тебе не хворать. Ладно. Ребят, нам нужно попасть в дом теперь. В дом. Что для этого нужно? Для этого нужно погонять. Ну, как надо попасть в дом? Нужно, по сути, победить дом, обыграть их на их же поле боя. На гонках. Время погонять, ребята. О, да. Мне нравится, когда каждый раз качаешь миссию, такой удар. Как будто раунд. Ладно. Моя машина. Классная машина, наверное, да? По-моему, неплохая. Сойдет для сельской местности. BMW. Я по твою душу. Обороты, обороты. Пошли. Постой. Где гонка? Где начать гонку Женечки? А, вот она, засранка. Нашел. Гонщики, это ваш куратор. Я напоминаю вам, что улицы ждут вас. Зачем сразу мчаться на очередную гонку? Покатайся по Сильверу. Заработай очки в разных заданиях. Здесь есть достаточно мест, где можно развлечься и заработать репутацию. Не, не. Я на гонку пойду. Репутация это потом. Репутация для лохов. Я уже родился с репутацией over nine thousand. Мумвиль, 2200. Надеюсь, тебе понравилось быть королевой Лина. Сегодня твой шулерский бизнес закончится. Ну что? Добро пожаловать на озвучку. Надеюсь, тебе новая тачка нравится, а? Твой позывной Гремучник. Оставайся на этом канале. Делай то, что говорит боже. А Гремучник. Гремучник. Понял. Гремучник, твою мать. Может быть назвали меня петардой, или что бы хлопушечкой назвали? Эй, хлопушечка-пампушечка. Король змей. Черная мама, наверное, есть король змей. Пора сокрушить навары. Потому что черная мама, это ядовитая змея. От нее, кстати, умер недавно один блохер. И это очень грустно. Да, неважно. Я вас всех сделаю. Это очень грустно. Реально, блогер умер. Он практически похочет жить самоубийством из-за змеи. Просто от него ушла жена. И он такой, типа, долго-долго терпел. И грустно. Эй, эй, ты думал, я за тобой не смотрю? Я знаю, что ты делаешь, и об этом уговора не было. Я говорю, когда разыгрывать карты не добывал. Мне надоело ждать. Теперь я со всем разберусь. Черная мамба, ты куда? Я понимаю, что тебя надо победить. Но, чувак. Ну-ка, давай, сверну с моего пути. Тут я гоняю. Мои улицы. Конечно, приятно, нормальный гоночный машин. Король, половина дистанции. Покажи, на что способен. Выходи в лидеры. Давай, Тань. Нельзя дать выиграть королю змей. Я, блин, топлю, топлю. Но он быстрый, сука. Я же знал, что черная мамба есть король змей. Потому что черная мамба, это змея. Самая опасная в мире. Немножко срезали по песчанику. Пора ультануть. Черт, я уже на третий. Ты мой тут в рукаве. Так, ох, ладно. Но ты гонка, они реально сложные. Подожди лидера, гремучник. Так, приезжай. Твоей афере конец, Навара. Тайлер Морган. Она просто охренела. Но озвучка не особая какая, на самом деле. Мне кажется, эмоций не хватает. Такое ощущение, что делали в попыхах. И же все, озвучка была такой. Ребят, давайте просто озвучим быстрее и пойдем домой. Просто вот у нас как-то эмоции. Ну и главный герой нормально сжимает эмоции. Что такое вы? Наслаждайся победой. Но помни, ты мне нужен живым. Да! Сделали! Победа просто на кончиках пальцев. Гремучник. Вот, вот гремучник сделал всех. Все окончено, Лина. Ой-ой-ой, ребят, это нечестно. Дорого обошлась многим людям, Тайлер. Ты пошел против дома. Этот город наш. И улицы тоже. И все гонки. Все ночные заезды. Все ралли по бездорожью. Дом всегда побеждает. Ха. Только не сегодня. Мисс Наварро, здесь нельзя. Эти надо дома? Это кто был? До встречи. А, ну им же нельзя палить, что гонки подставны. Иначе будут траблы. Но он не должен вернуться домой. О, что-то может сейчас пойти очень сильно не так. Но, что пойдет не так, мы узнаем в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр, ребят. Увидимся скоро в следующей серии. Будем проходить игру. Просто, просто в щи ее пройдем. И до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok